С вами Мишель Лемок. Обзор основных фичерсных рынков Wall Street Online еженедельный и компания WallFX. Итак, экономический календарь и что нас ждет на следующей неделе. Итак, попрошу сразу же взять смартфоны и поставить в уведомление среда 15 16 и 17 декабря процентной ставки три дня подряд около четырех или пяти банков если не ошибаюсь даже шесть там швейцария вроде еще я не внес япония здесь 17 в общем самый такой жаркий день это будет среда и в четверг британия с евросоюзом этого два дня 15 16 вот с этой точки может уже начать смещаться новый контракт мартовский напоминаю тем кто еще пока не настроился на новый квартал новый контракт уже на следующей неделе по сути заканчиваются декабрьские контракты и начинаются мартовские соответственно в следующую неделю то есть вот которая будет лучше не сильно проявлять свою активность торговой на старом контракте лучше это сделать на новом потому что есть вероятность что вы неплохо замените позицию и у вас будет потенциал три месяца держать ее а если вы это сделаете на самом контракте то экспирация просто вам все испортит соответственно в процентная ставка в среду это фонка сша вечером и очень плотно 15 там 15 45 кажется в британии и еврозона ну и в россии получается там 13 45 или 14 0 процентная ставка япония будет рано утром это вот самые важные события на следующей неделе все остальное не столь важно положим дальше значит по еще таким вот такой небольшой анонс значит в среду будет открыт вебинар пока по просам те кто подписан на группу в телеграме вроде выбрали пока индикатор wp стратегии которые базируются на применяя этот индикатор так что не пропустите в 19 0 среду так это касаемо и начнем теперь по силе сейчас пройдемся да кстати спонтелька до нового года будут доступны вот по списку все видеокурсы с со скидкой от 10 до 30 процентов пишите поддержку вам подскажут проконсультируют и ответят на все вопросы так у нас сейчас 7 1 будет ticker и мы его запускаем так отслеживаю немного корреляцию индексов индексов и непосредственно биткоинов как вы видите биткоинах немножко раньше стартует если без у него как бы немножко опаздывает это на скажу их порядком 5 дней вот в первом случае и около шести во втором соответственно подойти все кривые они красные показ так но нам нужен market watch не мы начнем с сельки нефть соответственно нефть 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 и так нас клика контрактов у нас начался январьский контракт не ошибаюсь он уже неплохо все показал и так по ликвидности на прошлой неделе у нас был хорош такой оборот и там в районе 68 явно были очень заинтересованы ребята в этом ценнике три шестерки по 68 и 6 в общем оставились лет 67 168 6 хороший плотный массив на поддержку мы с вами даже чуть-чуть плотнее возьмем 68 и 2 здесь раз два три четыре и на этой неделе еще пятая . пятая сессия ядро ядро 3 4 и на этой неделе начали торговаться с 5 2 дня но полтора дня был неплохой драйв и зависли пока во флете не смотрите на многих рынках нефть вы торгуете мазут газ валюты в сейчас перед такими важными днями как 15 16 17 число там где процентные ставки любой спекулянт любая мест компания хэдж фонд будут на паузе ждать и улучшения процентной ставки сейчас наверно единственный важный триггер на изменение тренда и пересматривать будут стратегии если вдруг повысят процентной ставки уже по сша если повысит по сша будет англия повышать и и cb соответственно может пойти такая цепочка домино и тут как бы уже будут меняться тренды может быть наоборот ускоряться усиливаться соответственно площадку вот этих вот уровней мы возьмем на заметку 68 с копейками 67 и 1 и их четыре дня пакуют еще один уровень у 72 по открытому интересу давайте заглянем тут иди снижение выходят это состава контракта сейчас проверим уже январский на заканчивается с февральский посмотрим получается здесь уже в четыре деле январский себя по сути уже изживается заканчивает уже свою деятельность если брать без клейки то вы видите немножко смещается уровне 69 2 то есть от 67 до 6 9 и 2 здесь плотно все вот эти три точки хорошо проторгованы со стороны байра потом с учетом вот этой 500 площадки 71 с половиной тоже неплохо проработали сейчас вот мы берем 73 включительно еще один уровень поддержки то есть если выйдут за 73 вполне могут на эту локацию так уже и с неё как бы встать и пойти на рот я думаю что может быть вполне тестовое движение до 68 то есть попрощаются все у кого покупать давайте посмотрим по дельте что там происходит вот смотрите дельта со стороны байра началась 29 числа тут те сессии которые были с фиксацией вполне могут выходить продавцы это вот фиксация началась как раз 7 8 по 7 даже чуть раньше 6 почти вся эта неделя в эти четыре дня это фиксация все шерсты которые были открыты соответственно и покупки здесь напрашиваются само собой но тут до этого были все таки по открытому интересу ребята это второго числа 600 дельта 6 600 ведь одинаково дельта прям это явно открывали причем ребята открывали с повышенной дельтой 1 в этом же коридоре уже сегодня этой неделе 2 это по 66 копейками тонн дисбаланс и здесь вот три у нас получается там тоже 6 тонн вот и площадочка как бы ну тут уже не поспоришь плотненько аккуратненько за три четыре ну вот пять сессий и достаточно уверенно сидят на 71 с половиной 73 если не опустят ниже 71 будет замечательный сигнал на то что у нас продолжается динамика и может до 80 кидаем посмотрим итак по сопротивлению у нас впереди такой плотничок на 78 принципе вот это все объемная 4 до через копейками сессии на 78 по 79 можно смело брать как сопротивление их пока вот хороший признак того что мы чуть выше индикаторами wp торгуемся и давайте посмотрим февраль как нам себе ведет февральная на нефтью так февральский контракт поставка в феврале ликвидность посмотрим сейчас мы еще не не в полном объеме то есть контракт еще слабее по объему еще все на январьском но на новом контракте у нас уже активность наверное с 30 числа только 7 число было с дельтой на шорт это судя по всему ничем это не грозило все сессии даются дельтой новой это неплохо по диапазонам на на февральской их поставки получается у нас реально три шестерки вот у нас затарились покупатели и коридор до 68 8 66 8 смело можно брать как поддержку тут полностью коридор буквально там немного совсем пару цен соли расставили за собой сопротивление которое было у нас 77 по 70 пробили и формируется сейчас площадочка 71 71 и 6 ну на следующей неделе уже я думаю будете переходить нефти трейдер начнут приходить уже на февральский и соответственно по сопротивлению пока опять же вот 1778 на слегке указывал пройдем 73 уже принципе откроется путь на север чем ближе к январю тем прохладнее и соответственно потенциально спрос на нефтересурсы тоже там том же ну как бы газ и нефть будут востребованы ну вроде говоря зима будет достаточно холодная bitcoin это у нас блокчейн это у нас фьючерс на крипту на валюту бить и си значит липидность идет ровненько аккуратненько 4 тонны начиная со вторника это декабрьский контракт буквально вот вышел на свой оборот как недельку то есть вот начиная с двадцать девятого числа даже можно сказать 22 числа площадочка у нас сформировалась на продажку здесь достаточно предсказуемое снижение цены на биток перед праздниками фиксируются выводят в кэш для подарков для разных переводов для оплат услуг для ну в общем вы знаете вы тоже в этом участвуете и соответственно продажа как бы идет много кем естественно это все вещица не так востребована и потихонечку идет на снижение с другой стороны оплата тоже тоже покупка ну выводят в кэш чтобы там где еще невозможно купить за биткойны он переводит в валюту свою и соответственно сбрасывает биток вполне может быть я заметил там вроде немножко подпросили акции nvidia amd то есть вот эти вот производители процессоров немножко просили и начали вот на этой неделе просили немножко файзер если не ошибаюсь и вот эти вот биотехнологии которые в общем которые эту траву делают и потом еще продают в акции вакцину а не именно просили может быть заказать ну прекратят уже планету все держать травить вирусом сбрасывают так и ликвидность идет ровненько аккуратненько каждый день одинаковые обороты соответственно опять же процентные ставки тоже и на крипту влияют поэтому до среды в целом на битке может быть как и на многих валютах просто боковичок и ничего не будет происходить флэт до среды на рынках может быть очень не не неприятный и очень убыточный флэт это самое страшное флэтовая сессия самая неподходящая для торговли значит 56 458 площадка на новом контракте стартовый сейчас ядро промежуточная ну вот по продаже получается у нас 55 по 54 300 это сопротивление здесь до загружались продавцы улетая выталкивая цену за 52 и соответственно обратите внимание у нас открывается с гэпом гэп закрывают ну и и объема здесь 10 тонн оборот и буквально вот 6 числа восьмерочка по дельте смотрим тут на покупку пытались спасти но здесь само собой продавали и четыре дня просто сброс идет давайте посмотрим под этим интересом в общем покупают сбрасывают и это все происходит неравномерно поэтому неделю начались девяти 474 час 9 500 покупают сбрасывают покупать сбрасывать каждый день вдруг какие-то новости появятся поэтому здесь сейчас идет просто ожидание процентных ставок ну благо что не падают то сильно не падают поэтому вполне могут в коридоре 48 удержать там уже будет понятно то есть если удержат соответственно будут стараться не пускать ниже 47 400 здесь они уже три раза как бы провели свою активность купили то кто-то очень сильно затарился 50 по 47 400 тормозил прям очень сильно эту цену не ушла ниже это был би . значит и следующий у нас будет золото на золоте есть подвижки значит по объему давайте посмотрим сейчас то же самое немножко в проселе получается на ноябре и пока идем во флете и если вы посмотрите на финвизик непосредственно компании которые находятся в африке по добыче золота там тоже за неделю неплохо и сбросили плюс я посмотрел для на всякий случай канадские в компании которая по золоту там тоже сбрасывают стаки возможно из-за ну как бы роста нефтересурсов себестоимость добычи будет высокой и соответственно доходы будут поменьше поэтому вполне могут сбрасывать сейчас акции они уже неплохо удержались в общем процентные ставки тоже будут влиять на стоимость золота чем меньше процентные ставки тем больше будет вот этих заемных средств на покупку разных драгметаллов и тут все взаимосвязано абсолютно глобализация и так уровни поддержки отмечены непосредственно еще с прошлых недель они пока еще себя удержали то есть эти вот эти вот клещи да вот между двумя рельсами фактически поддержка это у нас три семерки по 1771 ну и сопротивление 1791 по 1894 с половиной ядро формируется за две недели здесь самое я думаю сместят вот по открытому интересу опять же это у нас максимальные трейды по интересу идет на снижение давайте посмотрим следующий контракт там если не ошибаюсь будут покупки или продажи сейчас посмотрим ликвидность идет ровненько на февральском пока в ожидании из пяти сессий 5 на покупку на прошлой неделе было две всего лишь то есть вот эти вот байры пока еще не пустили ниже и атака была в четверг 1700 контрактов и пятница достойно себя как бы провела не пустили ниже если так и останется понедельник то в целом коридор вы видите очень хорошо удержали покупатель есть шансы в общем ждем кто расширит коридор продавцы или же покупатели очень-очень похоже что может подрасти немножко стоимость золота тройской функции следующий у нас идет рубль рубль вернулся на 76 как видите с 19 числа по 30 ноября у нас был такой ликвидный проход за 77 74 и в час обороты падают то есть вот это снижение которое идет в ожидании процентной ставок я не напомню что в следующую пятницу процентная ставка cbrf то есть рубль сейчас на это будет реагировать и спекулянты будут также либо уже использовать inside информацию либо же что стоит отметить появление big крупных трейдов на продажу на пруд на той неделе на этой неделе пока сейчас опять же на паузе то есть даже вот 30 числа когда было вот эта неделя была очень насыщена большими трейдами на шорт и на этой деле тишина то есть падает ликвидность обороты падают на предпраздничные торги скоро экспирация плюс процентной ставки в общем мы желающих в этом всем квесте участвовать немного поэтому и вы тоже задумайтесь стоит для но того внимание значит здесь по фиксации корректировочка которая идет она идет из пяти сессий 3 на покупку точно то есть вот 163 к вот этот дельта массив на бай он еще в принципе в связке с этим дельта массивом четверга если цену вернут резко обратно в 74 на понедельник и ну можем принципе еще удержаться на 74 да и получается здесь сопротивление практически не оставили то есть вот байры набрали позиций самых сейчас проверим набрали но вроде как брали на нас то числа там был у нас кто байер на и вот раскачали получается у них там фиксации начались где-то 29 а то и раньше 25 и по сопротивлению вот эти big trade если брать на заметочку по цене также еще стоит заметить 74 здесь и 1 числа и еще восьмого числа прямо в одну и ту же цену немножко прострел прострел был со стороны продавцов бацаната на 11 38 здесь 25 на всякий случай возьмите на заметочку если цена вдруг очень волшебным образом не сможет этот уровень пройти соответственно у нас есть хьюстон у нас проблемы а а так по массивам байеров тут как бы хорошо просматривается очаги вот у нас три хороших массива если цена все-таки вернется за 74 тогда у нас дальше будет динамика на север в противном случае как только цена ныряет ниже уровня сопротивления 73 800 73 600 то есть продавцам проще найти встречный разряда на самых минимумах дня то есть на лаях проще найти байера соответственно не удивительно что здесь кучу продаж значит коридор можно принципе брать на заметку если в коррекция не уйдет выше вот этого уровня сопротивления то есть это очень сильное давление от продавцов но по открытому интересу у нас получается выходит из декабрьского и под заглянем сейчас на следующий контракт посмотрим что там здесь как вы видите уже вторую неделю активно увеличивается количество позиций открытых по объему пока еще не супер ликвидно то есть не победили по дельте у нас идет то есть пока вы сегодня был оборот 200 к то есть в стране с основным фичерсом здесь шарты и шарты 34 25 этот дисбаланс дельта вот собственно вот такие у нас на рубли события но сейчас еще с потекли так четыре дня из пяти на мартовском уже продают то есть не покупают продают и вот у нас тоже площадочка 74 73 с половиной здесь просто вот начиная 73 с половиной даже ниже 73 все на байра все тут коридор очень плотный поэтому цена вполне так спокойно здесь себя ведет поддержки которые были до этого на 73 здесь кучу биг трейдов на боях они так и остались и их еще вы удержали здесь уже активность снизилась по байрам но уровне сопротивления которые я заметил вот есть 75 здесь четыре дня так проявляясь прострелы были и диапазон вот 7 числа вместе с вот этими ребятами которые здесь шартили ну и на хай там само собой 75 и 5 практически вот сейчас сейчас и оборвется как бы ниточка и про уровень поддержки соответственно с этих локаций это 73 с половиной и 75 там 74 7 это вот вот эти ребята то есть промежуточный еще уровень сопротивления свежий 74 с половиной вот можно еще взять ликвидность вернее дисбаланс идет на снижение может даже продавцы проявят себя но опять же процентной ставки на следующей неделе поэтому до пятницы может быть карбланш прокировка что угодно ликвидность потихонечку идет на снижение опять же в ожидании бикенда а там уже и процент ставок я думаю что те кто торгует snp уже привыкли к таким по таким выпадом расторговка на snp соответственно идет рост очень-очень такой прям не верится каждый день что он может еще расти потом происходит сброс позиций я вам я уже говорил что до черной пятницы snp старается расти как раз перед за день до черной пятницы пошли сбрасывать позиции вот здесь и закончилась в общем раздача плюшек началась она в начале октября и вот длилась до самого черной пятницы black friday потом начали сбрасывать и здесь в этот сброс непосредственно кто-то аккуратненько уложил их и целую неделю большие обороты были очень большие это вот тормозили в этот весь по открытому интересу что посмотрим видите здесь не так уж и сильно просили сейчас без клейки заглянем вот то есть удерживались кто-то фиксировался кто-то все-таки подбирал то есть покупал ну сейчас уже пошли фиксы то есть вот здесь мы видим с вами резко просел дек 21 по дельте как раз вот этот весь процесс у нас покупали ребята на сегодня все с вами был мишлемах встретимся на следующей неделе декабря